Вот, наверное, это максимально тупое действие, выйти под дождь на улицу. Дело в том, что у нас в Гуанчжоу уже целый месяц, каждый день идут дожди. Из-за этого я не могу нормально гулять и снимать мои любимые китайские улочки. А сегодня еще так получилось, что у меня нет ни сумок на обзор, суббота, как-то вот делать нечего, я сижу дома и такая думаю, ну надо же пойти поснимать, если нет солнечной погоды, что еще делать, да? Опять же, ребятки, не знаю, куда я пойду, не знаю, что будет, примерно план есть. Ну, если будут дожди, конечно же, где-то, скорее всего, засяду в торговом центре. Но сидеть дома мне не хочется. Сейчас впереди меня проедет скутер и на заднем сиденье будет укрыт малыш. Вот там сзади это ее ребенок сидит. Вы ее не видите, она закрылась вот такой вот, ну какой-то накидкой. Также обязательно убираются в дождевиках. Так, работа кипит. Наши ворота, подходим, и они открываются. Си-си. Си-си. Да, из-за этих дождей, я думаю, многие видели новости, то, что там Гуаньчжо где-то затопило, где-то дома затопило. Это абсолютная правда, как выяснилось, я не знала, потому что, ну это подальше, конечно, от центра, наверное, как-то там не справляются стоки или река переполняется. Честно говоря, вот я живу, я не смотрю новости, потому что, ну я такая тревожная, буду переживать, не спать, и я выбираю не знать. Плюс, как бы, я живу в центре, таких проблем нет, и, наверное, действительно хорошо, что я, как бы, переплачиваю, но зато в безопасности я вообще не знала, что такие моменты существуют, что, оказывается, Гуаньчжоу что-то затопило, такая реально, что ли, я даже не знала. Поэтому, да, у нас тоже бывают дожди, льют, но прям я вижу, как это все быстро прям утекает куда-то в стойке, и как-то нормально. Все накрывают свои скутеры накидками, ну да, ну и правильно, чтобы потом вот не садиться вот на такое. А вот это пожарная часть возле дома моего, очень удобно, очень безопасно. Я, кстати, иногда, когда прохожу, я вижу, они тут спортным каким-то занимаются, что-то бегают. А, ну это, наверное, даже МЧС, смотрите, да, что они спасают. МЧС, смотрите, да, что они спасают. Вот тоже, я, конечно, люблю зонтики, знаете, такие большие, мощные, прям большого диаметра, но их так неудобно с собой носить, и каждый раз я такая думаю, так пофиг, не буду с собой брать. Не брала, попадала под дождь, короче, поэтому я купила сейчас маленький себе, он прям в любую сумку влезает, я прям безумно рада. Ну, чуть-чуть попадает дождик, но все равно это лучше, чем большим таскаться. Здесь настолько мало людей, учитывая, что это суббота, но, возможно, вечером еще все потянутся. И тоже прикольно, они всегда оформляют вот такой вот вход. Если на китайский Новый год это были фонари и драконы, то сейчас. Это что-то китайское, я вообще не понимаю. Ой, как красиво внутри стоит цветочки. Очень красиво. На входе всегда вот есть, особенно в дождливую погоду, места, где вы можете взять слофановый пакет для зонтиков. Также сушилки вот такие стоят, чтобы никто не поскользнулся. Смотрите, сколько людей зашло, все с зонтиками. Вот и все. Теперь я буду ходить с такой сумочкой. Классно, что даже для пальчика вот такой вырез есть. А где все люди, ребята? А люди-то все в торговых центрах, что логично. А я такая думаю, дома сидят? Ну, нет, конечно. В торговом центре еще хорошо, чтобы хотя бы можно обсохнуть. Потому что я работаю кондиционер. На улице 26 градусов, на мне футболка, но я просто вся мокрая. Не знаю, во-первых, потому что я иду, а второе, хатская влажность. Я даже не могу понять это. Я уже потею, либо эта влага ко мне приливала. Короче, кошмар. Здесь хотя бы комфортно. Короче, обычно в таких торговых центрах все очень красиво. На первых этажах. Это типа Эскалауд, Решанек. Самое интересное-то. Это уже на минус первом, на минус втором этаже. Поэтому пойдемте спустимся, посмотрим, что там есть. Вообще-то вот это место, одно из моих самых любимых. Я раньше затаривалась туда. Господи, что я тут притворяюсь. Я и сейчас иногда тут что-то покупаю, потому что здесь намного все дешевле. Конечно, и качество тут такое, но, может быть, найти что-то можно. Но мне очень нравится здесь украшение. Здесь тоже можно найти что-то под подделки какие-то. И еще на этих этажах очень популярны всякие салоны красоты, маникюрные и так далее. Я все хочу еще попробовать вот эту штучку. Типа большая профитролина. Но она стоит 16 юаней. Как-то вот, мне кажется, дороговато за одну штуку. Может быть, она того стоит. Здесь же наращивают ресницы. Я бы это, наверное, назвала чуть-чуть базаром, это место. Но и как бы ничего страшного. Что, никто из нас на базарах не покупал вещи? Здесь у нас 100 юаней за 2 штуки. Кстати, штаны в Китае для йоги просто офигенные. Я заказывала вот такие, наверное, примерно с Таубао за 39 юаней. Просто топ. Поэтому я не знаю, как эти, конечно. Можете одеть любое просто нижнее белье, и оно не будет просвечивать. Потому что самая главная проблема, что всегда оно просвечивает. Ух ты, даже Adidas есть. По 69, Nike. Эти, кстати, кофты очень популярны в Китае. Их все носят, потому что китайцы очень озабочены темой SPF. Они не хотят загорать. Да и даже не то, что загорать, а это именно типа вредно. И вот обязательно вот тут еще длинненько, чтобы... Бывают козырьки себе, знаете, такие, чтобы даже лицо защищать. И вот они все лето в этом гоняют. Вот такое, если честно, меня пугает. Хотя 10 лет назад я в таких ларьках только и закупала косметику. Признаюсь честно. И все было, кстати, хорошо. Без всяких раздражений. Но сейчас, слава богу, я могу не покупать здесь ничего. Да, косметика, помады, всякие тени. Большой, конечно, выбор. А уходовые средства, типа вот... Я уронка какая-то. Вот здесь вот эти магазинчики я не очень могу понять. Это, знаете, это выглядит очень и красиво. Ну и мы видим, что это вообще не... Я даже не знаю, как это обозначить. Потому что одежда, правда, очень красивая. Как вы считаете, да? И, в принципе, магазинчик выглядит очень необычно. А мне нравится. А мне нравится. Костюм красный. Очень интересно. Такие украшения, маски. Я этот магазин еще, если честно, напомню, 10 лет назад. Я надеюсь, что он пользует популярность. Потому что, смотрите, как он красиво сделан. Платья вот такие вот. Потрясающе, потрясающе. Это, знаете, когда я вот взял магазин под свой вкус. И прям с радостью можно приходить на работу. Шкатулки. Ой, украшения какие красивые. Шкатулки. То есть, это, знаете, это такой прям магазин-бутик, наверное, да, какой-то. Вот тут шоу-рун. Вау. Давайте я вам покажу чуть-чуть. Очень интересно, слушайте. Прям. Такое на праздничество, скорее, это все. Вот чуть-чуть другой. Красивенько сделаны все эти, конечно, магазинчики. Кому-то маникюр делают. Мне кажется, я однажды что-то купила в одном из этих магазинов. По-моему, какую-то красную юбку такую за 80 юаней. Обувь тут интересная, но она мне маленькая. Тут я не могу найти свой размер. Слушайте, ну, а прям оживился, кстати, этот минус первый этаж. Потому что я только приехала в Китай в этот раз. Я по-моему прошлась, и что-то все было закрыто сейчас. Ну, смотрите, живенько прям. Очухались ребята после локдауна. Я считаю, что в таких местах, вот если у вас есть терпение, и вам нравится шопинг, в них надо прям шариться, прям выбирать. И я думаю, что шопинг будет прям удачный. И тогда да, мне просто жутко лень даже ходить. А выбирать, покупать, это вообще. Поэтому просто покупаю какую-то базовую одежду, чтобы вообще даже не думать и не переживать. На протяжении трех недель стоит вот такой вот магазинчик, где надо отстоять очередь, чтобы туда попасть, чтобы не было толпучки. От Минесо. Я ничего понять не могу, что это за фигня. Но потом мне подружка сказала, что это какая-то лимитированная коллекция. Китайцы очень любят что-то лимитированное. Типа, что этого потом не будет. И они будут типа супер-пупер эксклюзивные ребята, имея это. Ну, не знаю, не знаю. И вот они все стоят. Ой, там уже очередь. Вон, там вторая очередь, и там еще третья. Я даже не знаю, почему бы я так фанатела, чтобы стоять такие очереди. Доставщики ждут своего заказа. Я вышла на улицу. И сейчас хочу пройтись там вот, внутри двориков очень красиво будет. Так, заказ принят, едем. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Вышло это 45 юаней, ну так, ну дешево, конечно, но я надеюсь, что это будет очень вкусно. Это должно быть чуть-чуть острое, спросила сильно и сказали нет, ну проверим. Так, ну что, ребят, пробуем бульончик, наверное, сначала. Рамен, это же что-то очень жирное, да? Ну островато. В Китае вообще такая тема, когда вы покупаете суп, суп как будто бы его не едят, суп и варят все. И вермишель должна, по идее, взять, наверное, как вкус бульона, хотя у нас наоборот, у нас же самое вкусное в России, это же бульон, да, то есть мы варим все, и вот эта вода самая вкусная, а здесь как будто нет. Поэтому, когда я с подругой ходила тоже кушать рамен, она там говорит, она съела только вермишель, а суп не стала, я говорю, в смысле, суп мне кажется намного лучше, чем вермишель, как бы. Так, вот, наверное, надо перемешать тут все, походу тут морская капуста. Ну как будто да, морская капуста ли. Я не знаю, мне кажется, что 45 юани, это, в принципе, дорого для меня, но, наверное, за рамен это не дорого, за рамен, он обычно так и стоит дороговато. Мясо, курица, или не курица. И вот здесь какая-то соломка красная. А что это за соломка? М-м-м, что-то томаты, это соломка из томатов они как-то сделали. Ну ладно, нормально. Не жестко, острый, я боялась, что будет, ну, сильнее, острый, но водичка такая, островатая. М-м-м, тема, но все-таки есть другое место, где мне рамен больше нравится, и он подешевле. Но он и пожирнее, кстати, там как будто масла, сливочного дофига добавили, здесь мне кажется как будто меньше. Ну, блин, все, у меня начинает раздражаться горло от остроты.